Трудно сразу поверить в то, что владельцы этих брутальных машин, кажется, сами такие серьезные и строгие, собрались для того, чтобы отпраздновать добродушный христианский праздник Масленицу. Однако, в наличии все атрибуты празднования блинного праздника. Блины непосредственно, скользкий столб с призами, костер, чучело, которому предстоит сгореть. Организаторы к вопросу подошли серьезно. Учтено практически все. Земля для проведения мероприятия арендована у Орехово-Зуевского района, утрамбована трасса, завезены туалеты, организовано кафе, присутствует врач. Большую часть места, отведенного под стоянку, даже не пришлось чистить. Серьезные машины с большими колесами самостоятельно занялись утрамбовкой. Приехало около 160 машин с, по меньшей мере, тремя пассажирами в каждой. Любители езды на внедорожниках из Москвы, Балашихи, Пушкина, Электростали, Орехово-Зуево, Подольска и многих других городов Подмосковья, собрал в единый дружный коллектив 22 февраля электрогорский внедорожный клуб «Элгорск-4х4». Конечно, ни одна подобная тусовка не обходится без соревнований и конкурсов с призами. Для участия в них заявлено 68 экипажей. В соревновательной программе спринтовая трасса, пригодная для любого внедорожника, затем восьмерка задним ходом. Все это на время. Далее заезд под названием «Целина», для которого выбран нетронутый заснеженный участок земли. Кто первым пробьется по целине к лесу, тот и победитель. Есть еще свободный заезд на квадроциклах. На вопрос, что для него значит клуб внедорожников, организатор мероприятия и руководитель клуба «Элгорск-4х4» отвечает. Это засасывает, затягивает, и с этого соскочить очень тяжело. Это как наркотик. Только это наркотик полезный для здоровья, для общения с людьми, общие друзья. Я в любой момент могу позвонить в любой город. У меня везде друзья, которые готовы помочь. И мне, и моим близким, и моим соклубникам, и всем. Очень дружные, все мы доброжелательные люди. Уже второй год существует электрогорский клуб внедорожников «Элгорск-4х4». Ребята собираются, ищут природные препятствия и на своих четырехколесных друзьях преодолевают их. Выезжают на областные соревнования профессиональные и любительские. Это как хобби, как отдых от повседневной жизни, от работы. В принципе, с семьей ездим. У меня муж всегда штурманом со мной. Отдыхаем. Любимая соседка с нами тоже всегда. То есть, еще и соседи привлекли. Отдыхаем здесь очень хорошо, отрываешься, ни о чем не думаешь. Просто как-то так вот живешь тут. Это удивительно. Но тем основным, что заставляет этих людей собираться вместе на праздники, является вовсе не скорость, жажда соревнований или романтика дорог. Именно тепло дружеских сердец манит и принуждает любителей всепроходных авто оставить домашние дела и мчаться на очередную большую встречу. Просто я не спортсмен, скажем так. Не люблю вот эти соревнования, убивать, гробить машину свою собственную. Но такие вот дружеские мероприятия, которые они устраивают конкретно, вот именно дружеские, мне нравятся, скажем так. Мне вот это все прельщает. Я стараюсь приезжать по возможности к ней. Ровно год исполняется, как я начал на этой машине участвовать в соревнованиях внедорожных. Крупное мероприятие. Ну, пожалуй, вот, наверное, ориентиров нет. День радио. Так, и, наверное, сталкер. А что для вас вообще участвует? Ну, как бы активный отдых, увлечение, общение с друзьями, взаимопомощь и так далее. Отдыхаете душой? Ну, отдыхаем душой, да, с друзьями. У наших далеких предков-язычников сожжение масленицы служило неким циклическим олицетворением возрождения через гибель. Вместе с сожженным чучелом уходили все напасти и невзгоды. В костер иногда кидали даже старые вещи и изношенную одежду, чтобы все это вернулось в обновленном виде, принесло достаток и благосостояние в дом. Люди находились в радостном ожидании нового, теплого, светлого. Встречаемся с друзьями, кушаем блины, отжигаем на джип-спринте. В общем, просто веселимся, провожаем все плохое. Сегодня будем сжигать чучело со всем негативом, который накопился за прошлый год. И начинаем жить заново. Начинается весна, солнышко, новая жизнь. Что для вас ваш клуб? Что он для вас? В первую очередь единомышленники, друзья, которые всегда поддержат в любой жизненной ситуации. Это самое главное. На этот раз традиционному обрядовому сжиганию предшествовал конкурс на лучшее чучело масленицы. Этим и объясняется наличие целого коллектива горящих соломенных женщин. А значит, большее количество негатива оставлено в прошлом. И много нового и светлого впереди.